Близнецы – это самый загадочный подарок природы. Два лица, как два отражения в волшебном зеркале. В конкурсной программе, которая проходит на Слушане, уже в четвертый раз участвовали семь пар близнецов. Мы танцуем и пляшем, веселимся и пляшем, некогда скучать. С нами город танцует, он поет и ликует, в небе звезды сует, будем зажигать. Самыми старшими участниками фестиваля были братья Илья и Роман Радюкевич, ученики пятого класса. А самыми юными конкурсантами – очень дружные сестрички Марья и Арина Рован. Девочкам всего лишь четыре с половиной годика. Свои четыре годика девочки помогают маме пылесосить, всегда убирают свои игрушки и очень любят готовить вместе с мамой торт. Обожают свою старшую сестру Саняшку, очень любят смотреть мультфильм «Паркоскины», но еще больше любят помодничать в маминых туфлях на каблуках. Поддержать конкурсантов пришли не только жители Случины, но и 13 одинаковых загадок природы. Это близняшки, двойняшки и даже тройняшки нашего города. Некоторые из них в разные годы принимали участие в конкурсе. Двойняшки – Егор и Яна Соловей, ученики девятого класса средних, школа номер 11, города Случка. В первом конкурсе «Визитная карточка» участники рассказали о себе, своих увлечениях и пристрастиях. Мы близняшки, мы сестрички, на двоих по две косички, две девчонки, две смешинки, мама с папой половинкой. Существует мнение, что близнецы обладают не только внешним, но и интуитивным сходством. Проверили эту теорию ведущая конкурса во время эксперимента «Блиц-интервью». Близнецам предлагались одинаковые вопросы, на которые каждый из ребят отвечал по-своему, не подслушивая ответы брата или сестры. А вот скажи, вы пришли в магазин, где много-много игрушек разных-разных. Какую бы ты хотела игрушку, ну, чтобы тебе купила мама? Твердую. Твердую? Или что ты подсказала? Милые, очаровательные, а еще очень талантливые близняшки живут на Случине. В этом жюри и зрители фестиваля убедились во время творческого конкурса, где каждый из участников показал свое мастерство. Берем их от нас, но мы устали, мы очень устали, наша жизнь нам нужна и покой. Мы все любые, колеби, как оттали, и теперь берем их от нас. Еще одним не менее захватывающим конкурсом стало дефиле близнецов в авангардных костюмах. Каждый из участников вместе со своими родителями креативил как мог. На сцене были роскошные костюмы из эко-сумок и меха, уникальные наряды из гофрированной бумаги, платье из рекламных проспектов, пузырчатой пленки и мусорных пакетов. Каждый присутствующий в зале мог насмотреть для себя восхитительный наряд. Изготовлены из пластиковых стартовок и целлофановых пакетов. Аплодисменты не смолкают. Что за прелесть, сколько вкусов, как наряды хороши. Аплодируйте, восхищайтесь, берите на вооружение идеи наших девчонок. Близнецы – это удивительное чудо природы. Их мир интересен и увлекателен. Но настала пора определить победителя. А это была одна из самых сложных задач. На самом деле это созвездие близнецов. И я бы, наверное, сказала не как председатель жюри, а как мама, которая сама растит близнецов. Моим девочкам сейчас 22 года. Поэтому тот праздник, который сегодня подарили вы, мои дорогие, это на самом деле здорово, прекрасно, чудесно. Вы такие похожие и непохожие. И я это очень знаю хорошо. Поэтому вам, мои дорогие, родителям вашим, крепкого здоровья, хорошего, позитивного настроения. По итогам всех конкурсов самыми похожими признали Лизу и Алису Хроменковых. Девчонки, возвращайтесь на свое место. И, конечно же, призы девчонкам сладкие торты. Самое творческое, самое стильное. Каждый из близнецов получил свою награду – диплом сладостей и подарки. А мы, конечно же, поддерживаем аплодисментами. Конечно же, подарки, сладкий приз. Все это для мальчишек. Мы долго готовились к конкурсу, почти целый месяц. Нам позвонили, предложили принять участие в этом конкурсе. И мы согласились, правда? Скажите про платье. Как готовились, из чего и почему именно этот материал? Не знаю, просто в интернете набрали интересное платье и сброс его материала. Нам понравилось это платье. Но оно было из газеты, но мы решили, что креативнее и ярче оно будет, если оно будет сделано из журнала. Готовились мы очень долго, потому что нас пригласили еще летом. Мы заранее знали, что будет проходить конкурс. И уже заранее придумывали костюм. Для нас самое тяжелое было это придумать, именно костюм на таких маленьких. Идею мы подсмотрели в интернете, взяли за основу. Затем девчонки придумали, сами выбирали декор. Придумывали бусинки, цветочки, бантики. И исходя из этого, мы уже старались что-то подобрать. Еще смотря, чтобы рост, мы самые маленькие, чтобы это выглядело все более кукольно. Тяжело было в том, что девчонки очень сильно мешали. Да, еще у нас был вопрос в том, как это все скрепить. Потому что им тоже мешали, и для этого приходилось выдумывать. И ткань придумывали, и скотчем обматывали, для того, чтобы это можно было выдержать дефиле. Девчонки, расскажите, вы в какой номинации победили? Хорошая. Хорошая. Какой? Мы самые сильные брюшняшки. Фестиваль-конкурс от начала до конца был пронизан музыкальными подарками детских, вокальных и танцевальных коллективов городского молодежного центра. И в завершении интересный факт из жизни нашего города. На Случине в этом году родились 9 двоин и 1 тройня. Екатерина Никитина, Игорь Олейников, СУС-ТВ.